Так, продолжаем. Значит, мы остановились на функционале настройки. То есть в целом легко показать, что при определенных условиях, это отдельно, конечно, тоже мелким шрифтом, сноска, что мы тут предположили, что у нас будет вот такая эталонная модель. Мы раскрыли ее через производные модели объекта, которые мы имеем. И тут волшебным образом получили, что коэффициенты зависят квадратично. То есть, вернее, функция, то есть наш функционал обучения, он квадратичным образом зависит от коэффициентов. Это такая некоторая магия. Что, если не так? Что может произойти? Значит, во-первых, у вас, когда вы будете раскрывать вот такую функцию, вы тут можете получить, может получиться так, что у вас эти коэффициенты будут входить, например, нелинейным образом. То есть, например, у вас управление будет скрыто гиперболическим тангенсом. Либо скрыто какой-то квадратичной функцией, либо кубической, либо какой-то нелинейной функцией. То есть какая-то нелинейная характеристика, которую вы потом начнете возводить еще в квадрат. Вот здесь, да? Где у вас тут квадрат? И вот что вы там на выходе получите, ну, большой вопрос на самом деле. Вот, поэтому здесь есть некоторая такая доля волшебства. Вот, вам нужно доказать, что вот конкретно ваша модель объекта при такой подстановке она обеспечивает вот эти вот необходимые требования, связанные с наличием минимума. Этот минимум должен быть единственным. То есть есть некое единственное оптимальное значение параметра, которое будет приводить вашу систему вот к такому вот поведению, да? К поведению соответствующей металонной модели. Вот, но как бы на практике вот эти требования, они менее жесткие, чем в системе с идентификационного типа. Потому что в ней вы, да, вы оптимизируете, вы находите коэффициент, а потом для построения оптимального управления вы используете эту модель. Если у вас модель отличается, то и ваш закон управления становится уже неоптимальным. Вот, здесь требования гораздо меньше. То есть тут уже, вот здесь у вас малейшее расхождение в законе управления может приводить к очень печальным последствиям. Ну вот мы это видели в прошлый раз на лабораторной работе, где мы там чуть-чуть ошиблись за счет того, что мы устранили тангус гиперболический, да, и у нас сразу появилась какая-то резкая статическая ошибка. То есть вот эта вот особенность, она здесь уже не будет проявляться. То есть системе на самом деле важно только, чтобы направление движения было правильным. То есть у вас может быть изменится скорость оптимизации, да, но в целом ваш функционал при ухудшении модели, да, качества модели, он будет там чуть-чуть искажаться, но он будет более устойчив, более стабилен, чем система управления, которая была синтезирована другим образом. То есть на основе предположения, что вы точно знаете, как идет у себя объект. Вот, то есть с точки зрения чувствительности такие системы менее чувствительны к изменению модели, то есть к тому, что вы, например, ошиблись при построении модели. Вот, но тем не менее есть другая проблема, да, связанная с насыщением, то есть как только у вас система уходит, вернее появляется вот эта функция гиперболического тангенса, например, да, у вас вот здесь появится уже более сложная зависимость. Вот, ну и если ваш алгоритм, который мы дальше будем там смотреть, как в фентезе, да, не учитывает это вот насыщение, зону насыщения, то есть не отключает алгоритм обучения в нужный момент, вот, то у вас начнет накапливаться, как бы коэффициент начнет расходиться с теми, которые реально должны быть подставлены. Вот, это другая проблема. Вот, с ней тоже можно бороться. Там похожая проблема есть у ПИ регуляторов, есть даже целое направление, антивиндап контрол, то есть управление, связанное с противодействием залипанию. Вот, значит, там гиперболический тангенс, нам предлагается использовать гиперболический арктангенс, то есть, вернее, просто арктангенс, да, то есть, по сути, у вас там такая буква S, это тангенс, да, они предлагают использовать некоторую функцию арктангенса, которая в бесконечность уходит, для того, чтобы противодействовать этому зависанию. Вот, ну, всякие приемы есть. Вот, то же самое есть для вот этих систем прямого адаптивного управления, хотя, опять же, как и сами системы прямого адаптивного управления, так и вот алгоритмы противодействия тем проблемам, они, ну, почему-то вот не получают распространения широкого, возможно, в силу своей неинтуитивности. То есть, вы задаете сначала какую-то эталонную модель, почему ваш объект должен так себя вести, неизвестно. Вот, потом вы еще формулируете ошибку, как разницу между этим и тем, что, вот, наверное, поэтому они не так популярны, как, например, система додификационного типа, где вы сначала доказываете, что вы правильно понимаете поведение объекта, да, то есть у вас ошибка между, вот эта вот ошибка между показаниями датчика и вашей оценкой, да, они стремятся к нулю, и вы понимаете, что в целом, да, система ведет себя так, как вы ожидаете, вот, но при этом у вас, если, как бы, если по каким-то причинам она у вас перестает сходиться, вот, вы начинаете получать неприятные вещи. Ну, например, как здесь, мы не учли в модели танки с гиперболически, да, и мы уже не можем в точности воспроизвести эту задачу, то есть, ну, грубо говоря, у вас постоянно появляется некоторая ошибка. Вот, это неприятно, очень неприятно, и это приводит к проблемам в управлении. Вот, ну, собственно, если вы уже сформулировали для метода прямого адаптивного управления этот функционал, да, выбрали талонную модель, сформулировали фильтр, который будет трансформировать сигнал в сигнал уже ошибки, то есть тот аргумент, который в функционал приходит, вот, вы можете, да, показав, что в целом ваша система работоспособна, то есть при вариации вот этих коэффициентов ничего особо не поменяется, то есть чувствительности особой нет, то есть она невысокая чувствительность к вариациям моделей, вот, вы можете дальше строить по методу градиентного спуска алгоритм настройки, то есть у вас три коэффициента в ПИД-регуляторе, К1, К2, К3, вы можете для каждого из них построить обычную итеративную процедуру по методу градиентного спуска, используя в качестве оптимизируемого функционала вот как раз тот функционал, который мы здесь сформулировали. Ну и в целом, да, если дальше использовать уже правила дифференцированной сложной функции, то есть найти производную функционала по ошибке, обобщенной, да, собственно, почему называется метод обобщенной ошибки, да, потому что здесь используется понятие вот этой обобщенной ошибки, формируемой с помощью вот этого динамического блока. Соответственно, найдя сначала производную по ошибке, обобщенной, да, это просто, она снимает квадрат, да, можно дальше разложить ее вот, найти эту производную, потом эту производную, потом эту производную, да, вот если все это проделать, вот, то есть у вас ошибка в квадрате был функционал, да, значит, производная по ошибке это будет просто 2S, значит, производная по ошибке, производные ошибки по управлению. Ну, можно раскрыть ошибку, опять-таки, да. Раскрыть здесь производные и увидеть, что вы получите вот примерно такое выражение. Даже нет, сейчас вот так. Вот такое вот выражение вы получите в итоге, да, если раскроете через уравнение модели объекта. Вот вы увидите, что у вас производная по управлению вот этой функции, да, она вот равна h1 на h2, да. Вот, и здесь, кстати, в неявном виде у вас возникает в алгоритме модели объекта. То есть, когда вы раскрываете вот эту производную, да, вы здесь неявным образом формулируете ту часть объекта, которая важна для управления. Вот, и дальше у вас просто остается производное уже управление по настраиваемому коэффициенту. Ну, производное управление по настраиваемому коэффициенту, то есть по dk1, если у вас управление, это просто, не, у нас тут, просто пид-регулирование, да, то у вас производная по kp, это просто e, производная по ki, это интеграл от e, производная по kd, частная производная, это d e по dt. Вот, и, собственно, в этом вот у вас как бы вся разница между тремя настройками трех коэффициентов. То есть, что у вас будет на последней стадии. Все остальные стадии, вот эти раскрытия производной, они будут идентичны, потому что управление у вас одно. Сейчас, где оно у нас тут? Да, вот мы раскрываем, то есть это будет одно и то же для всех коэффициентов, это одно и то же. И вот только будет отличаться вот этим, то есть пока один, пока два, пока три. Значит, сразу обращу внимание, да, вот где у нас возникает модель объекта. По сути, из модели объекта мы используем только вот это отношение. И это, в этом как раз состоит преимущество этого прямого адаптивного управления в том, что мы, в отличие от метода прямого адаптивного идентификационного типа, как здесь мы рассматривали, мы здесь, по сути, наша модель объекта, она была вот здесь, и она была вот здесь. То есть здесь практически все, что есть в модели объекта в исходных уравнениях, мы используем во время синтеза управляющего воздействия. То есть во время, в алгоритме нашего управления, да, который состоит из трех уравнений, но везде, везде, везде используем все-все-все компоненты нашей модели объекта. То есть наш алгоритм очень крайне сильно чувствителен к изменению модели объекта. То есть малейший элемент, который здесь вот меняется в нашей модели объекта, может приводить к тому, что, ну, например, сюда у вас добавится какой-то постоянный коэффициент, вот как в ваших заданиях, да, и все, у вас модель сразу же начнет отличаться. То есть вам придется вводить дополнительный коэффициент, который будет заниматься оценкой вот этого постоянного коэффициента. Если у вас здесь появится какая-то функция, уже там вот переменные, например, от угла, вот, вам нужно будет угадать, какая это будет функция, чтобы оценить параметр этой функции, либо представлять ее как, например, разложение в полином. Тогда у вас появится некоторая, там, точность меньшей степени, да, там, пятой, шестой, седьмой степени полином, да, который будет, ну, все равно вы не сможете учесть абсолютно всего. Вот, поэтому, да, главный недостаток здесь, да, что вы должны иметь точную модель, потому что в ваших алгоритмах эта модель, она вот прям торчит со всех мест. То есть все, что у вас есть в модели, оно все уходит вот сюда. И это основной недостаток. То есть как только у вас модель расходится, у вас сразу перестает адекватно работать ваше управляющее воздействие. Вот, система прямого адаптивного управления, все, что мы берем из модели, это просто коэффициент H1 на H2. Вот, ну, если вспомнить, что это такое, да, это, ну, в целом логично, да, у вас угол, то есть то целевое значение, которое вы пытаетесь регулировать, да, он зависит, то есть имеет множитель H2, да, и управление у вас имеет множитель H1. По сути отношение между ними показывает то, как вам прийти к некоторым оптимальному значению управляющего воздействия. Все остальное, такое как масса, такое как ускорение свободного падения, длина стрелы, функция, по которой у вас преобразуется ваш угол в то воздействие, которое, грубо говоря, у вас возникает. То есть у нас, например, если у нас тут висела масса груза, да, по идее у нас еще есть масса стрелы, вот, которая тоже имеет свой центр тяжести и тоже каким-то образом влияет на управление. Вот, то есть оно вообще у нас в алгоритме уже не фигурирует никак. Это означает, что оптимизация, то есть задача оптимизации будет решаться вне зависимости от них. И вам уже не нужно гадать, а что у вас вот тут вот находится, а что у вас еще сюда добавится, да. То есть вам важно как раз-таки в системах прямого адаптивного управления то, как, то есть по сути канал управления вам важен, как управление влияет на целевую переменную, на ту переменную, которую вы пытаетесь управлять. В данном случае это просто вот эта часть, то есть отношение h1 каждого, все, все остальное нам неинтересно. Все остальное будет устранено за счет алгоритма оптимизации. Вот, и здесь второй момент, который нужно всегда иметь в виду, да, у вас есть в методе градиентного спуска некоторый коэффициент g, который означает скорость оптимизации вашей системы. Вот, и есть еще интервал работы, то есть частота работы вашего контроллера. вот эти два как раз-таки коэффициента, они будут отвечать за то, насколько хорошо ваш система будет адаптироваться ко всем неизвестным элементам системы. То есть если в методе идентификационного типа вы должны точно знать модель, и плюс мы еще в прошлый раз посмотрели, что, например, скачкообразное изменение параметра, оно приводит к катастрофе, то есть за счет того, что система лезет в историю, она начинает просто неправильно работать. Вот, и здесь, пожалуйста, может изменяться скачкообразно, но будет некоторый переходный процесс, определяемый вот этими двумя коэффициентами. То есть как быстро у вас будут коэффициенты перенастроиться, да, под новую модель, под новое поведение. Вот, это, наверное, такое наиболее интересное свойство этих систем, то есть они могут работать уже с некоторыми нестационарными изменениями в модели объекта. То есть вы можете, и часто это применяется на практике, модель берется не в виде какого-то сложного физического модели, а берется некоторая обобщенная модель, ну, например, линейная регрессионная модель определенного порядка. Вот, которую, ну, например, как та, которую мы рассматривали в системах идентификационного типа, то есть регрессия с набором коэффициентов. Вот, и дальше строится алгоритм настройки. Вот, опять же, за счет того, что нас интересует только канал, и даже если больше дальше смотреть, да, то нас даже интересует не столько здесь значение градиента, вот этого, да, в этом алгоритме, сколько направления, в которое нам нужно двигаться, то есть сколько знак этого градиента. И это еще одно, как бы, упрощение, которое часто тоже используется, берут здесь не значение градиента, а берут просто знак. То есть если у вас градиент имеет нужное направление, то есть нужный знак, вы знаете, в какую сторону вам двигаться, вот находясь вот на этой горке, да, в какое направление вам нужно двигаться, то вы в целом рано или поздно придете к вашей цели. Может быть, не самым быстрым образом, но придете. И как раз вот это вот, то, что мы говорили о грублении, оно будет играть важную роль в следующем методе. Значит, что тут еще стоит добавить? Ну, понятно, когда вы посчитали градиент, вы получите некоторое по сути значение. Вот мы посмотрели, что здесь значение ошибки. Ошибка — это динамический фильтр. То есть его можно посчитать просто как некоторое разностное уравнение, которое будет жить внутри вашего контроллера. Просто некоторый коэффициент числовой, причем здесь важен в первую очередь только знак, то есть в каком направлении у вас будет двигаться градиент. В сторону роста или в сторону уменьшения. И значение ошибки. То есть отличие желаемого значения, например, от желаемого угла от того, который у вас сейчас есть. Если все это раскрыть, получается вот такое выражение, достаточно простое по оптимизации первого коэффициента. И аналогичным образом считаются, ну, соответственно, да, как посчитать производную, мы же это смотрели, да, это просто как конечная разность. То же самое вторая производная — это конечная разность от первой производной. Вот. И в целом, да, как такой фильтр реализуется, это просто опять-таки некоторый набор сложений, умножений, делений и каких-то коэффициентов. То есть достаточно тривиальная реализация алгоритма настройки. Вот. Аналогичным образом делается настройка для всех остальных коэффициентов. Напомню, что отличие будет только вот в этом последнем элементе, да, то есть для пропорционального это просто ошибка, для интегрального это будет интеграл ошибки, для дифференциального компонента это будет конечная разность от этой ошибки. То есть в целом тоже все воспроизводимо. Ну и в итоге там получается вот такой набор уравнений, то есть вы считаете ошибку, вы считаете управляющее воздействие на основе коэффициентов, которые у вас есть в текущий момент времени и некоторых, ну, заглядывая немножко назад, да, чтобы на 2 на 3 отсчета, чтобы правильно посчитать производную интеграл. Вот. И есть три уравнения для коэффициентов. То есть они, вот как я сказал, будут отличаться только последним элементом. значит, это у нас уравнение, вот этот фильтр динамически, да, это у нас модель объекта, это вот, собственно, компонента взятая из закона управления. То есть, ну, здесь на самом деле неправильно сделано, то есть здесь будет на самом деле производная. Что-то будет здесь, здесь будет производная, конечно, по времени, вот, а здесь будет вторая производная, по времени. Да, тут была небольшая опечатка. Вот, то есть в целом отличие только вот в этом последнем элементе. Вот, собственно, и все, наверное, да, по первому методу. Да, вроде все. Так, значит, теперь следующий. Ну, давайте, да, прежде чем двигаться дальше, давайте посмотрим на лабораторку по этому методу. Значит, идея та же самая, что мы только что рассмотрели в теории, да, но теперь вот в контексте тех объектов, которые мы использовали для моделирования, то есть тоже мы создаем некоторый объект для нашего регулятора. Отличие в том, что у нас появляются вот эти три коэффициента, коэффициенты регулятора, да, мы для них должны задать начальные условия. Есть, да, так же, как и раньше, есть шаг интегрирования, то есть шаг работы нашего контроллера, есть скорость оптимизации, которой у нас не было, например, в системе дезинфикационного типа, вот, и есть целевое значение, куда нам нужно прийти, вот, и кроме того мы вот накапливаем некоторый набор временных рядов для того, чтобы потом графики выводить, значит, и сохраняем также прошлые значения, нам но они нужны будут для того, чтобы посчитать вот то, что мы рассматривали здесь, нам нужно будет считать прошлое и позапрошлое значение, да, вот, собственно, те переменные, которые нам потребуются. Вот, значит, вот есть у нас функция оптимизации, которая вызывается в каждый момент времени, в каждый такт управления вызывается функция оптимизации, которая вычисляет ошибку, вычисляет, ну, добавляет некоторые, накапливает некоторую информацию историческую, да, и дальше, если у нас уже есть некоторая предыстория, там, хотя бы три такта отработали, да, у нас появляется вот прошлое и позапрошлое значение. Мы можем уже посчитать, во-первых, значение ошибки, вот этого фильтра, да, просто как производная, вторая производная и некоторое уравнение нашей эталонной модели, вот оно. То есть мы посчитали, как объект, как поведение объекта отличается от того, как он должен себя вести. Вот, ну, понятно, что мы сохраняем это, чтобы потом график выводить. Вот, и что-то берем прошлое значение коэффициентов, да, и считаем новые значения коэффициентов. Значит, вот, в принципе, и все. То есть весь алгоритм, да, и дальше просто сохраняем коэффициенты. Вот, а если у нас ничего нет, мы просто берем нули, ну, какие-то начальные значения. То есть, как бы, пока данных нет, мы просто ничего не делаем. Вот весь алгоритм, то есть сравнивая с алгоритмом идентификационного типа, где мы там скайкет лерн прикручивали, где мы брали какие-то регрессионные модели, где мы там историю накапливали. В реальном времени там использовали метод наименьших квадратов, чтобы найти коэффициенты. Вот, здесь все настолько просто, что тут нечего особо сказать. Можно еще раз? Насчет вот, где мы сигму рассчитываем, а почему вот именно 3, 2? Это магия, это кунг-фу. Значит, тут, ну, опять же, какой принцип, как в методе Акар, да, мы берем некоторую талонную модель. Значит, мы задаем таким образом поведение нашего объекта. То есть мы эти коэффициенты выбираем, исходя из того, чтобы наш объект был устойчивым, чтобы положение равновесия было единственным, оно находилось в точке 0, ну, потому что у нас y – это разница между желаемым значением, где, да, между желаемым значением, там, давления и реальным значением. Вот, то есть вот такие простые свойства, как наличие положения равновесия и устойчивость этого положения равновесия глобального, они позволяют нам выбрать вот эти вот коэффициенты. Вот. Ну, тут система второго порядка, то есть вы можете проверить, да, найти собственные числа этого уравнения, увидеть, что они будут, их вещественные части будут отрицательны, то есть система устойчива глобально. Она линейна, поэтому это положение будет устойчивым. Ну, и, соответственно, легко подставить сюда y равно 0, да увидеть, что уравнение будет равно 0, то есть система статична в точке y равно 0. То есть это положение единственное, оно устойчивое и в целом нас это устраивает. Вот. Поэтому здесь 3 и 2. Да. Вы можете попробовать другие коэффициенты подобрать. Вот здесь, например, используется некоторая колебательность, здесь колебательное звено получается. Вот. Можете попробовать подобрать коэффициенты такие, чтобы оно было просто опередическим, да, с некоторым таким горбиком, перерегулированием. Вот. То есть это на самом деле такая магия, вот как выбрать эти коэффициенты. На самом деле легко они выбираются. Можете просто задать в общем виде здесь, например, а и b, посчитать собственные числа и потребовать, чтобы эти собственные числа были меньше нуля в вещественной части. И подобрать модуль вещественного числа, вот эту вещественную часть, например, там, больше или меньше. Если будет меньше, значит, она будет менее чувствительна. Вернее, если будет больше, она будет более грубая, будет больше запас устойчивости в системе. Если меньше, то, соответственно, будет меньше запас устойчивости. Там, если они просто будут равны нулю, у вас система уже будет на грани устойчивости, да, то есть там чуть-чуть пошевелишь, она уже в разнос пойдет. Вот, то есть это на самом деле курс теории управления, то есть теории устойчивости систем, как раз-таки тот случай, где вам теория управления может пригодиться, чтобы выбирать эталонные модели, например. То есть там есть и методы Гурвица, и кого там только нет, да. То есть можете вот все это использовать здесь для того, чтобы выбирать правильно эталонную модель. Либо просто подобрать. То есть тоже в целом берете два числа, проверяете собственные числа. Если они отрицательные, и ваша эталонная модель, в данном случае она в окрестности нуля, будет устойчива, да, то есть вас это вполне устраивает. Вот, ну, да, что-то еще интересное, это как мы вот эту штуку посчитали, да, то есть тут, значит, у нас закон управления здесь сформулирован, мы берем уже никаких ни дифференциальных, ни интегральных компонент, мы берем просто прошлое, позапрошлое значение, то есть мы даже тут не PID-регулятор, а PE-регулятор используем. Вот, то есть у нас есть, причем PE-регулятор, трансформированный в дискретный регулятор, который использует предыдущие значения, то есть здесь даже нет в явном виде интегрирующей компоненты, это просто линейный закон от предыдущего значения датчика и текущего значения датчика, а, даже не текущего значения датчика, здесь берется, да, второй датчик, здесь берется, на самом деле, давление и массовый расход, да, вот, плюс некоторое константное значение, то есть берется, на самом деле, уже не PID-регулятор, а берется линейный закон общего вида, вот, это позволяет, нам упростить алгоритм. То есть, если посчитать вторую производную от ошибки, да, ну, давайте сейчас вспомним, как у нас выглядела функция. Вспомним или не вспомним. Давайте попробуем. У нас там было давление, да, на него влиял массовый расход. И этот массовый расход был, по сути, ну, как бы, если взять вторую производную от давления, да, то у нас появится здесь первая производная от массового расхода, да, которая в неявном виде нам, ее можно будет подставить, да, и получить вот это вот выражение. То есть вторая производная от давления у нас будет включать в себя выражение для омеги. Вот. Если мы эту омегу опять-таки прикинемся, что у нас нет никакого гиперболического тангница, да, у нас будет линейная функция. Вот. И в целом производная наша эталонная, ну, когда мы начнем эту эталонную модель считать, да, вот функционал этот был, здесь все рассчитывать, да, у нас получится здесь на самом деле квадраты от этих вот коэффициентов, которые у нас в линейном законе возникают. То есть c1, c2, c3. Ну, потому что они в чистом виде будут подставляться. Сейчас, секунду. Подставляться у нас будут вот сюда. То есть они как бы вот сюда подставляются. Если мы убираем тангис гиперболический, у нас получается здесь в некотором виде вот c1, c2, c3, да, помноженное на g. Опять же, мы g можем представить, что у нас g входит в c1, c23, и мы будем g, по сути, в реальном времени оценивать. Вот. То вот это итоговое раскрытие вот этого вот функционала, например, к тому, что мы получим здесь, на самом деле, просто квадрат вот этих коэффициентов в итоге. Вот. Это когда мы попытаемся здесь уже посчитать градиент, то мы будем, на самом деле, просто получать некоторые некоторое число перед нашим градиентом. Вот. Но по факту мы даже число здесь не используем. У нас есть коэффициент, во-первых, g, скорость обучения, да, и есть само значение коэффициента. То есть мы, по сути, все константы, которые мы тут вот в теоретической части включали в наш алгоритм управления, да, вот это h1, h2, ключевая константа, мы их начинаем схлопывать вот сюда, в g. То есть мы за счет выбора вот этого коэффициента g мы, по сути, учитываем все вот эти вот сложные коэффициенты, да, нам главное знать знак, что здесь плюс или минус. Вот. А все остальное мы учтем за счет выбора вот этого коэффициента. Это, конечно, отдельная тема, тема настройки системы. Вот. Ну, вот это вот уже тут поиграться с параметром, это вы сами будете поиграть с ним. По сути, мы в нашем алгоритме теоретическом оставляем только вот эту вот компоненту, то есть вот эту компоненту, да, и вот эту компоненту, которые отвечают за, по сути, значение ошибки, да, нам вот это вот интересно, вот, и за саму, ну, как бы, за элемент, связанный с законом управления. То есть на законе управления была ошибка, да, и мы ее сюда подставляли. Вот. Но при этом у нас была еще производная, и был еще интеграл, да. Тут, кстати, наверное, да, для интегральной компоненты. А, ну, мы здесь брали, смотрите, разностное уравнение, да. У нас было прошлое и позапрошлое значение, поэтому и здесь мы, да, поэтому здесь и не было dt, потому что мы тут брали прошлое значение, да, здесь брали позапрошлое. Вот. Вот в чем было особенно здесь. Да, так что этого здесь нет. Значит, вот отличие лабораторки в том, что мы вот эти вот коэффициенты просто схлопываем. То есть мы их убираем. Вот. В целом, это все очень резко упрощает алгоритм. То есть мы просто берем коэффициент, который у нас есть. Не коэффициент, в смысле, а значение датчика, который мы используем в законе управления. Вот. И все. Вот весь алгоритм. То есть тут что? Дальше просто моделирование, да, как раньше делали. Вот. Ну и в целом, вот мы получаем примерно вот такую картинку. То есть здесь на первом графике у нас показаны, показаны управления, да, черным функцией управления. То есть она такая хитрая, изгибистая, нелинейная. Вот. И в определенный момент у нас происходит переключение параметров. То есть вот здесь где-то происходит скачок. И система, видите, опять перенастроена. То есть нет вот этих вот адских выбросов, которые были в адаптивной системе. Вот. Это одно из преимуществ этих систем. Значит, что-то еще интересного. Здесь выводится еще график вот этой ошибки, вообще, то есть фильтра, выход фильтра. То есть как система отличается от эталонной модели. Видно, что вот она вот как-то так поковырялась, да, и в конце концов пришла вот к некоторому стабильному состоянию. То есть, по сути, начала вести себя так, как эталонная модель себя ведет. Вот. Ну и здесь вот, что у нас? Настройка коэффициента регулятора, да, то есть они тоже вот таким нелинейным образом меняются. Ну вот. Ну вот такая вот система прямого адаптивного управления. В целом, с ней обычно проблем меньше всего. То есть, как правило, все, кто пытался делать курсовой проект, они списывал, они, как правило, у них получалось вот этот пример решить. То есть он достаточно простой, но, в первую очередь, за счет того, что у вас тут модели это объекта особо и нет. То есть, если вы обратите внимание, да, в этом алгоритме нет модели объекта вообще. Она здесь неявным образом возникает вот за счет выбора вот этого коэффициента. То есть, все знание вашей модели, оно сводится к тому, что вам нужно правильно выбрать этот коэффициент. Он может быть либо положительным, либо отрицательным, маленьким, либо большим. То есть чисто экспериментально можно пошевелить этот коэффициент и понять, каким он будет в вашей системе. Либо вспомнить теоретическую часть, как он, вывести, грубо говоря, вот эту вот зависимость, да, и увидеть, что он будет пропорционален вот этому отношению. Вот. Ну вот, вот такая система, да, достаточно простая, понятная. Чего здесь нет? По-моему, здесь нет у нас насыщения. То есть функция, ну, по идее, она должна быть, функция насыщения, но здесь, по-моему, мы ее не достигли. Вот. Это вот отдельная вам задача поэкспериментировать, а что будет, если вы выйдете за пределы вашей зоны насыщения. Вот. Но здесь этого пока нет. Это надо просто переносить код из предыдущих лабораторных работ, чтобы моделировать. Но в целом, тот же самый объект может быть использован и с предыдущими лабораторками, да, где мы тут у нас была специальная функция моделирования. Ну, вот, соответственно, вы можете ее использовать точно так же здесь. Просто вместо вот этого, например, P-регулятора поставлять ваш регулятор с прямым адаптивным управлением. Ну, тут этого не сделано пока что. Это, видимо, в следующий курс уже будет с этим работать. Вот. Но вот можете так моделировать, можете моделировать так, как мы в предыдущих лабораторках это делали. Вот. Так или иначе, вам важно получить вот график, который покажет, что вы вышли в цель. То есть вот этим буктерным линиям показан график функции, который выходит на нашу цель. Так, ну, наверное, по методам вообще на ошибке все. Значит, давайте сейчас быстрый перерыв сделаем на 5 минут и последнюю часть уже добьем с методом градиентного, скоростного градиента, чтобы у вас уже был полный набор примеров для решения курсового проекта. Вот. И уже дальше можно будет спокойно вам делать курсовой проект. Да, так же 5 минут перерыв и перезаходим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...